Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. С вами Екатерина Бондарева. Сегодня в выпуске. Экстренные службы не понадобились. На Толмачева учебная тревога. Иммунный заслон. В образовательных учреждениях прививаются против гриппа. Почетная миссия. Доноры Ивантеевки сдали кровь для Подмосковья. Об этом и многом другом прямо сейчас. Отопительный сезон в Подмосковье стартует с 28 октября, сообщают в Министерстве строительного комплекса и ЖКХ региона. В эту пятницу тепло должно прийти в детские сады, школы, медицинские и другие социальные учреждения. И уже с понедельника, 1 октября, тепло начнет поступать в дома горожан. Напомним, подготовка к отопительному сезону велась все лето. Выполнены плановые работы на 12 котельных и 5 центральных тепловых пунктах. Так, на котельной заводской проведен капремонт одного из котлов. На сегодняшний момент готовность всех объектов к пуску тепла составляет 100%. Отмечают у себя на страничке в инстаграм глава города Елена Ковалева. Скорая помощь, пожарные, Мособлгаз, теплосеть и полиция сегодня были замечены во дворе одного из домов по Толмачево. К счастью, это была всего лишь проверка взаимодействия экстренных служб. На месте работала и наша съемочная группа. Скорая помощь, пожарные, теплосеть, Мособлгаз, полиция. Все службы спешат на экстренный вызов. У дома 31 по улице Толмачева поврежден подземный распределительный газопровод. Но для жителей причин для беспокойства нет. Это учебная тревога. Службы среагировали замечательно. Видно, как бы хорошая работа единой дежурно-диспетчерской службы. Она осуществляет информационное взаимодействие между подразделениями. Замечания пока не определены, но по результатам тренировочного занятия будет составлен некоторый список рекомендаций. Такие тренировки проводятся раз в год, проверяют взаимодействие служб, время их прибытия. Например, газовая служба должна среагировать на вызов в течение 6, максимум 10 минут. Отслеживают и работу системы оповещения. Специально для этого была проверена система оповещения, которая у нас располагается на Рощинской, 9. То же самое система показала, что она находится в рабочем состоянии. Обслуживание данной системы проводит у нас Волгоград. По итогам учебной тревоги специалисты Мособлгаза обновили информацию о службах, обменялись контактами. Ожидается, что администрация подпишет с компанией соглашение о дальнейшем сотрудничестве в целях профилактики аварийных ситуаций. По поручению губернатора Московской области власти Ивантеевки приступили к разработке плана развития муниципального образования по пяти направлениям. Занятость, экономика, инфраструктура, экология и здравоохранение. На планерке в администрации глава города Елена Ковалева поручает сотрудникам разработать свои направления плана социально-экономического развития города на пять лет. Отчасти это те самые прорывные задачи, которые мы с вами ставили на ближайший год. Но губернатор смотрит дальше, он смотрит лучше. Поэтому действительно он абсолютно прав. Нам нужно сформировать наши планы на следующие пять лет. Сегодня также традиционно подводят итоги работы по порталу «Добродел». На минувшей неделе от жителей Ивантеевки 194 жалобы и 184 успешных ответа от служб и ведомств. Власти приступили к проверке и наведению порядка в системе электро, интернет и телепроводов. Мы начали работу по проверке, собирать не скажу, проводов, которые находятся на опорах городских, на опорах, которые вообще самовольно установлены. И так далее. То есть эта работа, она нуждается в систематизации. Мы видим, я вот говорю коллегам, у меня иногда четко складывается ощущение, что у нас троллейбус в городе где-то ходит, просто я его не застаю. Когда весь город опутан проводами. Самые первые проверки показали, что действительно подключение периодически у нас происходит самовольно. Аналогичным образом у нас происходит размещение проводов для интернета. Конечно, эта вся ситуация нуждается в том, чтобы ей мы начали заниматься. Заместитель главы администрации Дмитрий Ченихин докладывает о работах в рамках программы «Светлый город». 614 заявок от жителей по вопросам неработающего освещения выполнено в Ивантеевке. Отрегулирована работа фонарей около школ, выполняется капитальный ремонт и модернизация освещения 17 дворов. Большая часть работы же выполнена. Около 5 миллионов экономии бюджета даст передачу уличного освещения на региональных дорогах в область. Перечень линий из 15 улиц подготовили специалисты имущественного блока. Завершая планерку, глава города напомнила о грядущих праздниках – Дне учителя и Дне пожилого человека. В лекционном зале городской библиотеки состоялись публичные слушания по изменениям в устав Ивантеевке. Депутаты городского совета одобрили изменения в устав Ивантеевке. Главное изменение – выборы в городской представительный орган планируется проводить по партийным спискам. Политическое устройство страны совершенствуется и меняется. Пропорциональная система выборов депутатов местного совета даст возможность больше представить партии на политической арене. Комментирует позицию депутатов заместитель председателя совета Елена Суханова. Жители упрекают организаторов в том, что было мало информации о публичных слушаниях и просят такие мероприятия проводить в выходные дни. Уточняют ответственность народных избранников. Изменения в устав Ивантеевке депутаты будут принимать на заседании городского совета. К новостям медицины. День донора состоялся в центральной городской больнице. Поделиться кровью и ее компонентами решили 45 жителей Ивантеевки. Однако 17 из них получили медотвод. Итого 12,5 литров крови сдали горожане для областных клиник. Это средняя цифра. Воезная бригада областной станции переливания бывает в Ивантеевке раз в квартал. Для нужд центральной городской больницы сдать кровь доноры могут еженедельно по вторникам с 9 утра до полудня. В Ивантеевке сегодня 60 жителей на постоянной основе являются донорами. В августе наше отделение переливания заготовило 23,5 литра крови. С начала года 262 литра крови. Более 9% жителей Подмосковья уже привились против гриппа, сообщает Роспотребнадзор. Сентябрьский рост заболеваемости ОРВИ проходит без повышения пороговых уровней. Поэтому вакцинироваться самое время. Вы знаете, что это такое грипп? О гриппе и о его последствиях сегодня ведут беседу в детском саду «Колокольчик». Дети знают, чтобы сберечься от простуды, нужно… Закаляться, есть много холодного и одеваться тепло, когда холодно. А еще нужно делать прививки от гриппа, которые обезопасят от осложнений. Вакцина «Совигрипп» в индивидуальной шприцдозе для детей – безопасная и эффективная защита на новый простудный сезон. Перед прививками мы всегда работаем сначала с родителями. Мы даем информированное согласие. Родители должны подписать, что они согласны на эту прививочку. Мы определяем какой-то день. Приходит к нам педиатр из поликлиники. Смеряем температуру. Смотрит врач горло, слушает и говорит, что ребенок допущен на прививку. Страшно? Боится, да? В этом году согласие на прививки подписали более половины родителей из детского сада «Колокольчик». В прошлом году вспышку ЭРВИ и гриппа здесь перенесла только одна группа, в которой прививки сделали менее чем треть детей. Там делают малюсенький комарик, чтобы не болеть и чтобы не шел насморк и ничего не было. Если совсем серьезно заболел, то в больницу операцию делать. Противопоказания к прививке с эвигриппом – аллергия на куриный белок. На сегодня иммунную защиту уже получили 48 воспитанников 8-го детского сада. Привив ребенка, вы тем самым даете ему гарантию, что болезнь пройдет в более ослабленном виде. Ребенок справится с ней и вырубится определенный иммунитет. Поэтому мы рекомендуем всем родителям позаботиться о своих детях и привить их. И привиться самим. Прививочная кампания против гриппа в детских садах Ивантеевке продолжится весь октябрь. Для создания крепкой иммунной прослойки необходимо, чтобы 45% населения было вакцинировано от гриппа. На передовой – сотрудники общеобразовательных учреждений Ивантеевки. В 8-й школе прививки планируют сделать 60 учителей и сотрудников учреждений образования. Сейчас везде идет эпидемия гриппа, к сожалению, и многие детки у нас болеют. Поэтому каждый год школы, не только детки, но и учителя проходят вакцинацию. И на сегодняшний день наша школа 100% опросила всех деток. И родители все подтвердили согласие на прививки. Прививаемся мы достаточно давно, то есть это процедура ежегодная. И, если честно, после прививок мы наблюдаем спад эпидемии гриппа. И заметно детки чувствуют себя лучше, и пропусков меньше. Соответственно, возможность преподавать программу и пройти ее полностью, без всяких пропусков, она увеличивается. Не нужно бояться делать прививку от гриппа. Делая вакцину от гриппа, мы смотрим в здоровое будущее. Ученица 7-й школы Дарья Глушенко сочинила стихотворение про выбор и озвучила его в эфире Ивантеевского телевидения. Председатель территориальной избирательной комиссии лично поблагодарил юную поэтессу за проявление гражданской активности. Мы хотим сказать спасибо, как территориальной избирательной комиссии, за такие стихи. Поздравляем тебя. Самое главное – здоровье. Оставайся такой же талантливой. Подарки от местного и областного избиркома. Голосовать семикласснице Даше пока рано, зато поучаствовать в жизни Московской области можно. Стихотворение о правильном выборе юная поэтесса написала за пять минут, вдохновившись маминой работой. Мама Даши – член муниципальной избирательной комиссии, а всего в арсенале у школьницы около сорока стихотворений. Стихи я пишу с восьми или девяти лет, а про выборы я решила написать, потому что как бы решила поддержать всех, кто баллотировался. Городу по братиму Ивантеевке-Светлогорску, что в Гомельской области Белоруссии, исполнилось 57 лет. Делегация из Ивантеевки поздравила светлогорцев, а заодно укрепила связи между городами, сделав свой вклад в озеленение Светлогорска. Поздравляют Светлогорск с 57-м днем рождения делегации из разных городов России, а также Молдавии и Грузии. Ивантеевскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации по социальным вопросам Алексей Савченко. От всей души поздравляю с годовщиной образования, рождения нашего города, всех тех, кто здесь родился и вырос. Команде Дмитрия Вадимовича успехов, и чтобы ваш город всегда так же озарялся солнцем и улыбками детей. Светлогорцы подписывают соглашение о сотрудничестве, обмениваются опытом и обсуждают дальнейшее укрепление связей. Одно из предприятий города, целлюлозно-картонный комбинат, отмечает полувековой юбилей. В честь этого события высаживают памятную аллею среди участников праздничного зеленения делегацией из Ивантеевки. С днем рождения, Светлогорск! Жители Светлогорска поздравляют творческие коллективы на главной площади города в течение всего дня и вечера. В четверг в 17 часов в лекционном зале библиотеки ждем всех участников наших конкурсов, посвященных юбилею города. Я снимаю в Ивантеевке, Моя Ивантеевская история и Ивстори. Мы наградим победителей и лауреатов и поблагодарим всех участников. На этом у меня все новости на сегодня. С вами была Екатерина Бондарева. Всего вам доброго. До свидания.